Остановочные комплексы города-курорта к предстоящему высокому сезону приведут к единому стилю. По поручению главы специалисты администрации провели их полную ревизию, составили фотоотчеты, информацию направили в управление архитектуры, в департамент имущественных отношений. В частности, на улице Крымской 10 из 12 участков подостановочные комплексы находятся в аренде. Во многих случаях они фактически превращены в магазины. По закону торговля возможна, но не в ущерб главной функции. Глава города поручил профильным управлением детально разобраться в каждом подобном случае. Я вас попрошу, мы готовимся к курортному сезону 18-го года. Все должно быть в жесткой форме и в сжатые сроки. А на расторжение? На расторжение? Давайте на расторжение, значит. Не умеют пользоваться? Тогда не надо давать. Также к курортному сезону необходимо, чтобы улицы Шевченко, Парковая, а также Объездная были полностью освещены. Те, кто видели, я думаю, понравилось тем, как засветили Симферопольское шоссе. Неплохо получилось. Вот из таких материалов будем двигаться дальше. Продолжаем работу по Фионерскому проспекту, чтобы эти столбы горели. Это не новогодняя елка, это будет гореть не там круглый год. Глава города поручил обращать внимание на мелкие детали, которые могут испортить общую картину, а также взял под личный контроль реализацию ряда проектов. Среди них те, что реализуют на деньги депутатов законодательного собрания. Каждый из них имеет право передать в свои округа по 2 миллиона рублей из краевого бюджета. Средства Юлии Пархоменко направят на капитальный ремонт Дома культуры в хуторе Просторный. Заходим в этих, хватает? Да, да. С методом. Понимаешь? Сделали, да, на 2 миллиона, как вы видели. Все хорошо. 2 миллиона от Ирины Конограевой пойдут на ремонт социальных объектов, в том числе детского сада номер 45 в станице Гостогаевской. Ранее сообщалось, что на депутатские деньги председателя ЗАГСобрания Юрия Бурлачко в Анапе установят 10 игровых площадок, а также тренажерные комплексы. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.